Собственно, точно так же про речь Трампа в Польше, а эта речь предшествовала встрече с Путиным, написали только то, что он там что-то сказал, что-то такое плохое о Путине. Поэтому, говоря об этом саммите этой встречи, я вынуждена начать с речи Трампа в Польше. Это была такая вторая фултонская речь о том, что Запад должен защищать свои ценности, если не хочет умереть. Началась она с похвалы Польши. Польша, цитируя Скалл Трамп, это географическое сердце в Европе, но, что еще важнее, в польском народе мы видим душу Европы. Ваша нация великая, потому что ваш дух является великим и сильным. Дальше Трамп говорит, в течение двух столетий Польша переживала постоянные жестокие нападения. Но хотя Польшу можно было оккупировать и стереть ее границы с лица земли, ее никогда нельзя было стереть из истории или ваших сердец, вы потеряли свою страну, вы никогда не теряли свою гордость. Эта похвала Польши была вовсе не случайной, вовсе была направлена не только против России, которая, собственно, расчленила Польшу еще в XVIII веке. Потом мы оккупировали ее совместно с Гитлером, мы расстреливали польских офицеров в Катыни, мы держали ее в рабстве Варшавского договора. Дело в том, что Польша – это страна, которая проводит политику последовательной либерализации экономики. В результате эта страна до рецессии 2008 года росла в среднем на 6% в год, сейчас она растет обычно где-то на 3-4%. В ВВП Польши на душу населения со времен Совка в результате увеличился ровно вдвое на 100%. Это самое большое увеличение среди всех бывших соцстран, и сейчас экономика Польши – самое большое повеличение среди всех бывших соцстран, вошедших в ЕС, и это шестая повеличение экономика ЕС. Это 20-я экономика в мире. В ВВП Польши на душу населения – это 12 тысяч, по паритету покупательной способности приблизительно 27 тысяч. Напомню, что в России ВВП на душу населения – 9 тысяч. Ну, а вот в США – 55 тысяч, в Польше – 12, а в России – 9. Это то есть при том, что Польша, заметьте, не имеет никаких полезных ископаемых, и, как у нас любят говорить, мы – самая богатая поископаемыми страна в мире. Кроме того, Польша – это одна из немногих стран, голос которых слышен в ЕС, который отстаивает настоящие западные ценности, а не социалистические миражи Макрона, Обамы и Джереми Корбина. Раз за разом мы слышим от самых разных поляков, что они не пустят на свою территорию мусульманских мигрантов, а руководство ЕС пусть идет лесом. Так и говорят. Если вы помните замечательный французский президент Макрон, которого выбрали всей мощью левой французской пропаганды, так и сказал в ходе своей избирательной кампании, что если он будет избран президентом, он наложит на Польшу санкции. И даже обещал это сделать меньше, чем через три месяца после своего пребывания в офисе. Сказал он, кстати, это, между прочим, через несколько дней после того, как стало известно, что Белпул, известный производитель там сушилок, стиральных машин и так далее, закрывает во Франции свою фабрику, а перемещает ее в Польшу, где законодательство лучше. То есть Польша – это такой европейский мини-Китай, который воспользовался всеми преимуществами дешевого труда, отсутствие регуляции, которыми могла воспользоваться и Россия, и еще такая мелочь. Помните, Трамп очень обижался, что страны НАТО не платят своей доли на содержание НАТО пропорционально своему ВВП. Так вот, Польша эту долю платит. И это Трамп тоже отметил в своей речи. То есть эта похвала Польше, она произошла прежде всего потому, что Польша – это все то, что Трамп хочет видеть в Западной Европе. Это либеральная экономика, это бескомпромиссная позиция по отношению к тому, что является угрозой настоящим западным ценностям, то есть исламу и России, и полное отсутствие в интеллектуальной элите страны, каких-нибудь людей, элиты, которые по какому-то недоразумению именуют себя либеральной, именуют, что она защищает права человека, на самом деле является социалистической. Это абсолютно понятно, потому что мы, как и Польша, мы пришли из соцстран. Мы соцстран, и нас на Микини не проведешь. Мы знаем, откуда ноги растут у интернационализма, мультикультурализма и антиколониализма. С Пласиба плавали знаем. Это наши Бухарина и Каменевы в Баку еще в 18-м году проводили съезд освобожденных народов Востока, на котором планировали как резать англичан. Это наши Вилли Менсенберги на деньги Кремля организовывали всякие антиколониальные конгрессы. Это наши агенты в американском госдепе, в его китайском отделе, втягивали Рузвельта в войну против Японии на стороне Китая. Сначала, и Песнач начало, до 1943 года писали, как важно воевать на стороне Китая и защищать Чанкайши. А потом в 1943 году начали писать, что вот надо поддерживать не Чанкайши, который коррумпированный диктатор, что, кстати, было совершенной правдой, а поддерживать надо Мао, который никакой не коммунист, а настоящий аграрный демократ. Это наши агенты в количестве 500 с лишним душ в госдепе и окрестностях писали Рузвельту некоторые его программы. Вот тогда, кстати, это были настоящие русские агенты в госдепе, а не то, что их идейные потомки сейчас шьют Трампу. И вот в Польше, спасибо, плавали, знаем, у них уже был интернационализм. Они не хотят, чтобы новое исправленное и дополненное издание Советского Союза, которое называется Европейский Союз, внедряло им тот же самый интернационализм и объясняло, что вот надо обязательно принять вот этого вот замечательного бородатого человека, стрелять с женами, завернутыми в хиджаб, и дать ему пособие, чтобы эти три жены родили 30 детей. А если этот бородатый потом, ну, скажем, запретит полькам ходить в бассейн, в бассейнах, в плавательных костюмах, что уже наблюдается в некоторых английских городах, где вдруг женщины с удивлением обнаруживают, что вот тут у нас мусульманское большинство в этом городе, поэтому, знаете, вот эта дата посещения бассейна для женщин, а это для мужчин. Так вот, если это будет происходить, то вы должны с уважением относиться к его уникальным культурным ценностям. И, собственно, хотя Трамп не называл имен, его защита Польши, эта защита же была в первую очередь не от Путина, а в первую очередь от Макрона. Это напоминание брефельской бюрократии, что, ребята, вы тут все в ЕС собираетесь скрутить молодые страны, в Восточной Европе в Барань и Рог, если они не будут подчиняться вашим приказаниям. Так вы учтите, что у этих молодых стран может найтись неожиданный защитник. Следующее, что Трамп сказал, очень важно, он сказал, о чем напоминает нам польский опыт. Что, цитирую, защита Запада в конечном итоге зависит не только от средств этой защиты, но прежде всего от воли его народов. Цитирую фундаментальный вопрос нашего времени, есть ли у Запада воля выжить? Есть ли у нас уверенность в наших ценностях, чтобы защитить их любой ценой? Есть ли у нас дух и смелость сохранить нашу цивилизацию перед лицом тех, кто хочет подорвать и уничтожить ее? Вот это самое важное, потому что, как говорил профессор Преображенский, разруха начинается не в глазетах, она начинается в головах. Страна под названием Россия в свое время переболела почти в смертельной форме левой идеологии, ну, например, так же, как, скажем, ее переболел во время крестьянской войны в Германии город Мюнстр еще в 1534 году, или Франция в 1792. Но то, что во Франции продолжалось всего парочку лет, в России продолжалось 70 лет. Идеология-то уничтожила Россию как экономику, потому что, собственно, рыночная экономика в России была сломана, а вместе с ней все нормальные механизмы реновации и рынка. И эта идеология уничтожила, собственно, Россию как цивилизацию, потому что, в числе прочего, именно благодаря этой идеологии с ее фальшивым интернационализмом, Россия, в отличие от Англии, Британской империи или Римской империи, не смогла оставить на завоеванных ей территориях свой язык, закрепить и свою культуру. Вот теперь эта самая идеология в мутировавшей ослабленной форме совершенно легально распространяется через западные университеты и западные СМИ, совершенно легально побеждает на выборах. И, как я уже сказала, вирус ослабленный, но приметы его все те же. Это попытка создать как можно больше избирателей, которые они зарабатывают, а получают пособие. Избиратели это создаются из двух групп. Во-первых, собственных лемпинов, а так как собственные лемпины не размножаются достаточно быстро, из лемпинов импортированных. И происходит, собственно, массивная сдача западных ценностей, тех ценностей, которые, собственно, и сделали Европу Европой в 18-19 веке, иммигранты. То есть те люди, которые сбежали из failed state, из провалившихся государств. То есть те люди, которые, в принципе, являются самой динамичной, добивающейся самого многочастью населения, превращаются вполне сознательно, благодаря политике европейской бюрократии, в самую косную, самую опасную, самую дееспособную часть населения, которая зато будет голосовать за распределение благ и будет голосовать за тех, кто им эти блага дает. И точно так же, как такая политика является, на самом деле, предательством бедных, потому что она не уничтожает бедность, она закрепляет зависимость бедных от левых политиков, точно так же она является предательством мигрантов, потому что не надо рассказывать, что все культуры одинаково хороши. СССР был нехороший. Это была ужасная цивилизация. Цивилизация ацтеков, которая практиковала человеческие жертвоприношения, и которая источником животного белка для высших классов служила, видимо, человечье мясо, была нехороша. Папуасские культуры с их людзоедством были нехороши. Ближний Восток был замечательным местом, когда там правили эллинистические государства и Римская империя. Ну, согласно тогдашним канонам цивилизации. И прилично он управлялся только тогда, с тех пор, когда там правили колонизаторы. И вот так получилось, что еще в начале XX века, заметьте, правители Ближнего Востока, каждый знал, что надо делать, как спасать свое государство. Для этого надо становиться Западом. Еще в начале XX века каждый ататюрк и каждый шах ирана, чтобы выжить, пытался реформировать свой народ. Перерыв на новости.